Ротару спасает от проблем молодой любовник. Известная хуторянка недолго поживет с новым избранником. София Ротару будет окружена мужчинами до конца своих дней. Однако у нее есть тот, кого она любит. Он намного моложе артистки и пока находится далеко, рассказала утру таролог и ясновидящая Галина Янг. Их отношения больше дружеские, чем романтические. Певица осознает разницу в возрасте, но для нее это не помеха. Знаменита, счастлива и ей в целом все равно уже ничего не изменить. А этот парень у нее отдушина от многих проблем, отметила ведунья. Встречи артистки с молодым человеком будут частыми. На какое-то время они даже поселятся вместе. Но потом звезда откажется от нового избранника и жалеть не будет, сообщила таролог. Сейчас София Михайловна занимается детьми и внуками. Она буквально поглощена этим и отдает близким всю себя, добавила ясновидящая. По ее словам, скоро Ротару приедет в Москву с какими-то концертами. Пройдут они на большой площадке или будут местечковыми выступлениями, не ясно. Но в нашей стране исполнительница обязательно побывает. Однако больше работать и почти все время жить София Михайловна будет на Украине. И прогнозы хорошие. Болезни хоть и ожидаются, но пройдут мимо. Карты показывают ее как долгожителя. Ротару наверняка проживет больше 80 лет, заявила гадалка. К тому же в душе артистка нереально молодая. Искренко в ее глазах не угасает. Поэтому до скончания века хуторянка не останется без внимания представителей сильного пола. Что касается материального достатка, то карты показывают, что у нее чаши полны золота и сребра. Она очень обеспеченная дама. И все это так и будет, чтобы с ней не происходило. Даже если не будет концерта, денежный поток не остановится. Достатка хватит не только ей самой, но и детям и внукам, подчеркнула гадалка. София Ротару одна из наиболее популярных исполнительниц светской и российской эстрады. Ее очаровательная улыбка покорила сердце сотен тысяч поклонников по всей стране и зарубежью. Она редко становилась объектным скандалом. Практически всегда друзья и коллеги характеризуют ее лишь положительно. Родилась 7 августа 1947 года. Однако из-за ошибки при оформлении документов в паспорте стоит отметка о том, что день рождения у знаменитости 9 августа. Это не смутило будущую звезду. Она празднует день рождения дважды. Талант по наследству. Старшая сестра и отец девочки обладали непревзойденным музыкальным слухом и научили ее петь. В юном возрасте будущая исполнительница пела в церковном хоре, из-за чего возникало множество проблем в школе. Софию грозились исключить из пионера любовь к спорту. С малых лет девочка занималась несколькими видами спорта. Была чемпионкой над многоборью. С возрастом любовь к пению и театру оказалась сильнее, чем желание выразить себя на спортивном поприще. Карьера Софии Ротару. Сила голоса. Впервые девушка выступила в районном конкурсе, где заняла первое место. Получила прозвище Буковинской Соловей за необычный голос. После отправилась на крупный фестиваль и снова одержала победу. Фотографии девушки поместили на обложку популярного журнала. С этого момента было решено максимум усилий отдавать пению и нацелиться на эстрадное исполнение. Путь к мировому признанию. После окончания музыкального училища получила золотую медаль и завоевала первое место на конкурсе исполнителей. После стала работать преподавателем. В 1971 году приняла участие в музыкальном художественном фильме, где ей досталась главная роль. В 1973 она снова победила на музыкальном конкурсе и была признана заслуженной артисткой Украинской СССР. С этого момента София работала в нескольких акцентрах, принимала участие в съемках фильма, несколько раз меняла имидж. Экспериментировала с репертуаром. София и Хард-Рок. В 1991 году исполнительница стала достаточно популярной, перешла полностью на русский язык, за что получила неодобрение на родине. В этот же период исполнительница выпускает альбом «Караван любви», где решено поэкспериментировать и существенно утяжелить музыку. Поклонникам решение пришлось по душе. 2000-х певицу признали одной из лучших украинских и российских исполнительниц. Ее сборники выходили огромными тиражами. Звезда регулярно принимала участие в всевозможных фестивалях и полноценно соперничала с примадонной российской эстрадой Аллой Пугачевой. В 2000-х певицу признали одной из лучших украинских и российских исполнительниц. Ее сборники выходили огромными тиражами. Единственный муж. Личная жизнь. В 1968-м девушка вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Прожила с ним более 30 лет. Супруги были опорой и поддержкой друг для друга в работе, в быту и в сложных повседневных трудностях того времени. После смерти мужа певица перестала появляться на публичных мероприятиях и больше года не выходила в свет. Романтическая история. Будущий муж звезды впервые увидел ее на обложке журнала и влюбился с первого взгляда. После твердо решил найти девушку, познакомиться с ней и жениться. Так и произошло. В одном из интервью Йосиф Кобзон признался, что ненавидит исполнять песни под фонограммом. Певец отметил, что такая манера исполнении присуща Ротару. Раз откровеннейший с журналистом он заявил, что она гениально попадает под записанный материал и даже профессионалы не могут понять, поет она вживую или это постановка. После смерти мужа певица перестала появляться на публичных мероприятиях и больше года не выходила в свет. Будущий муж. В 2012 году родственники с Ротару стали давать интервью, где рассказывали, что певица пыталась незаконно отнять у них квартиру. После смерти матери, собственно, мужа. Они упрекались взду в том, что большую часть времени женщина уделяла карьере, забыл о трудностях и здоровье собственного супруга. По словам одного из родственников, именно София виновна в смерти своего мужа. Скандал с Пугачевой. Считается, что Ротару и Пугачева всегда соперничали друг с другом. Однако ближайшие друзья и родственники говорят, что противостояние провоцировало Алла Борисона. По одной из версий, последняя ревновала очередного мужа к Софии, поэтому перестала приглашать ее на большую часть музыкальных мероприятий. Этим вызвало бурную негативную реакцию поклонников. В 2006-м разразился сильный и серьезный скандал, в котором снова участвовала Алла Пугачева. София Михайловна узнала, что в очередном музыкальном мероприятии будет участвовать Фримадонна. При этом организаторы пообещали, что завершать выступление и исполнять финальную песню будет София. Такое положение вещей устраивало обеих звезд до тех пор, пока Ротару не узнала, что Пугачевой за выступление обещана крупная сумма, в то время как Ротару должна выступать бесплатно. Женщина приняла решение отказаться от мероприятия, чем лишний раз расстроила поклонников и убедила недоброжелателей в своей меркантильности. Такое положение вещей устраивало обеих звезд до тех пор, пока Ротару не узнала, что Пугачева очень сильно на ней насмехается. Скандал с Сердючкой. В 2008-м произошел неприятный случай с Данилкой, который находился в образе верка Сердючки. Последний вел себя крайне неуважительно и всячески провоцировал Софию. Коллеги говорят, что у Данилка к тому моменту активно прогрессировала звездная болезнь, и такое поведение было замечено за ним не впервые. Объявляя на сцену выход Ротару, Данилка в образе Сердючки вальяжно стала рать «Соня, выходи!», что крайне оскорбила певицу, ведь еще недавно он был поклонником звезды, а теперь обращается к ней публично в таком тоне. В 2008-м произошел неприятный случай с Данилкой, что крайне оскорбила певицу, ведь еще недавно он был поклонником звезды, а теперь обращается к ней публично в таком тоне. Продолжение следует... Продолжение следует...